Ну что, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с Днем Мозга. Вообще, хотелось бы, конечно, чтобы у нас 365 дней в году был День Мозга, а не всяких разных наших негативных эмоций, переживаний, страстей. Хочется, чтобы мы понимали, как он работает и жили в соответствии с его правилами. Не случайно я сегодня провел для вас викторину, и я думаю, что все, кто читал мои книги, мог без труда ответить на три вопроса, которые были в нашей викторине. Первый вопрос был с подвохом. Я спрашивал, так ли это, что сознание принимает решение раньше мозга? Ну, конечно, это не так, потому что наш мозг, собственно, и производит сознание, и решение, которое мы принимаем, мы, по сути дела, принимаем на подсознательном уровне. Вот почему мы говорим, что какая-то мысль пришла нам в голову, нам вдруг подумалось или еще что-то. Иногда вы сами только ощущаете в себе там некий инсайт, да? Мозг сварил, так сказать, информацию, которая была в него загружена, и потом выдал ее сознанию, чтобы он мог осознать наш мозг сам себя, ту работу, которую он провел перед этим. Второй вопрос касался мозга влюбленного человека. Здесь целый перечень, конечно, изменений происходит в мозге. Не случайно я в других своих книгах рассказываю про то, что такое любовная доминанта, как эта страсть у нас функционирует. И особенности, которые характеризуют мозг влюбленного человека, это, с одной стороны, снижение чувства страха, увеличение количества окситоцина и эндорфинов, что делает нас, так сказать, не только бесстрашными, но и снижает чувство боли. Ну и, наконец, самое главное и, возможно, самая печальная, префронтальная кора, та, которая отвечает за здравое рассуждение, она, к сожалению, у влюбленных, как бы сказать, подавляется. И в результате мы часто, будучи влюбленными, совершаем ошибки, за которые потом расплачиваемся. Так что, когда влюбляетесь, всегда думайте, не забывайте про то, что у вас есть мозг, и надо тоже, так сказать, дать ему возможность поучаствовать в процессе принятия решений и каких-то действий, которые совершаете. Ну и, наконец, третий вопрос, который касался мозга Эйнштейна. Альберт Эйнштейн, выдающийся исследователь, последние годы своей жизни проводил в Принстоне и после его смерти оказался, соответственно, в местной больнице, где Томас Харви, патолгонатом, который оперировал, который проводил вскрытие, украл мозг Эйнштейна, разрезал его на много-много кусочков, разложил по банкам, и потом два десятилетия колесил по Америке, пытаясь найти исследователей, которые согласятся с этим украденным мозгом, так сказать, поработать для того, чтобы понять, в чем был гений Эйнштейна. Ну, а родственники об этом не знали, Эйнштейн был сожжен и развеян, чтобы никто не портил, так сказать, его могилу своими бесконечными приходами. Но мозг сохранился. Кстати, сохранились еще и глаза, но это отдельная история. Сегодня не день офтальмологии, а день мозга. И пусть этот день будет у вас прекрасным. Результаты нашей викторины вы увидите в сториз. Спасибо за внимание. Хорошего вам вечера мозга.